Приветствую вас всех, кто меня смотрит, всех своих подписчиков и телезрителей моего канала. Это игра Warframe, и делаю очередной ролик по игре. По просьбе, еще раз говорю, подписчиков канала, одного из многих подписчиков моих, предложили сделать мне гайд на босса, что, естественно, я принял это довольно-таки серьезно. И решу, что это будет довольно-таки полезная информация для тех, кто вообще начинает эту замечательную онлайн-игру играть. Или только, естественно, на чем. Посмотреть, как вообще выглядят боссы, что они имеют, какие способности, какие характеристики, и как с ними сражаться. Ну что, рассказывал о своем арсенале. Вот, значит, у меня Тэна, это Оки на данный момент стоит. Оружие основное, это Хэг, гробовик. И, естественно, Куна и Сталкер отчаянно. Второстепенное оружие, значит. Что вообще является самым, наилучшим, по моему мнению, да, оружием в этой игре, как бы, второстепенно. Значит, и, естественно, Мачете Призрак, который, естественно, я заработал, проходя ивент, за фракцию Гренир. Хотя многие там, кто-то мне пытается, можно сказать, то, что кто играл за фракцию Корпуса, тоже получили этот оружие, да, Корпуса. Как бы, кстати, они не получали его, это оружие Корпуса, а получили тоже Мачету. А, вот этот Призрак. Не знаю, не буду отрицать, да, то есть... Не могу ничего отрицать, как бы, если... Я бы мог бы, да, посмотреть, там, если бы предложили бы свою какую-то информацию, то есть, скинули какую-то, там, ссылку, там, фотографию, то есть, да, то есть, вот, показали свой, там, профиль, то я бы согласился с вами, а так, я считаю, это пустой болтовнёй. Вот. Ну, что, рассказываю, почему я именно выбрал АОКи, да, хотя, у меня, если честно, снарядить... Вот, давайте взглянем, довольно-таки немало, да, уже есть созданных персонажей, это 5. Значит, 5 у меня в арсенале, это, грубо говоря, 1 треть того, то, что нам предлагают, как бы, в магазине. Ну, не считая каких-то, там, бонусных персонажей, это, там, своего рода. Тот же... Фрост Прайм, там, Экскалибр Прайм, там, и Сталкер, которого, естественно, тоже вообще нету. Хотя, я думаю, может, они его добавят или добавят в миссию, чтобы, можно, как бы, им было проходить. Значит, ну, во-первых, так как мы знаем по статистике, при входе в начальную игру, да, нам предлагают 3 их персонажей. Тенна, значит, это Экскалибр, Локи и Мэг. Процентов, конечно, 48, да, берут в основном Экскалибр. Потом, естественно, там, какой-то еще процент, я точно не могу сказать, тоже уже, довольно-таки, немало, там, за 36, где-то, процентов, уже берут Локи. И остальные, там, и, там, мелкий процент, да, берут Мэг. Хотя, Мэг считается, да, тоже намного более круче, да, чем тот же Экскалибр или тот же Локи, но ее довольно-таки сложнее прокачать, да, там, и довольно-таки нужно много карт на нее влить, чтобы она хорошо чувствовала себя на легких и средних миссиях. Хотя, по прокачке, да, это, она их превосходит уже после чего, после всего, если она хорошо прокачана, да, установлена, только-таки немало карт на нее, то она, да, много сильнее даже по ульте, там, по неким способностям своим. Ну, просто, знаете, в основном берут на вкус и цвет товарища, нет, не будем отрицать этого. Значит, ну, что, вот, и я тоже, да, вот, решил прибегнуть к статистику, потому что, ну, на втором месте, грубо говоря, берут Локи. Ну, тоже, приближаю, приблизив, да, то есть, проценту, то, что многие играют за Локи. Значит, так, ну что, отправляемся на планету. Надеюсь, я все разъяснил и переварил, да, чтобы вы быстрее все это приняли. Вот, у нас по сложности идет Сатурн, следующая планета, по моим данным, по прохождению, я так считаю. Это, естественно, фракция Гренир, да, Генерал, Сайрок, Рук, значит, да, Сар-Гос-Рук, правильно, называть его так. 19-21 уровень, значит. Ну, естественно, понятно, что тут Меркурий идет, Венера, Марс, Земля, Юпитер и Сатурн. То есть, по мне это так, тут, в принципе, да, развитие можно в другие, на планеты эти, но, в основном, так как я рассказывал, она и есть. Ну что, отправляемся на Сатурн, на босса, генерала Сайра-Рука, значит. Так, нам показывают такую заставку, да, типа, как выглядит босс. Ну, немного нас вводит в заблуждение, потому что у него не Игнес, да, огнемет, а пулемет Гаргона. Так, вот, нам сложена четвертая, фракция Гренир, и, естественно, убийца. Цель наше убийство. Так, уничтожить цель, отлично. Так, вас не обнаружили, да, ну, отлично. Я тут взломал ящички, но туда особо ничего нету. Давайте перебегнем к нашему шаманской магии, да. Так, опасный враг, да. Так, у меня нехватка способностей, да. Ну, ты умрешь, падал сегодня или нет? Вот, падал, ну, конечно, стелс-прием тут надо сделать, я бы меньше, я не знаю, чтобы выдавал. Ну, сами видите, да, тяжело его убить в стелсе. Пришлось так его зарубить, вот, все, вот, видите, стелс. Можно, в принципе, даже пройти в стелсе, но не буду заморачиваться с этим стелсом. Потому что время дорого, да, у меня немного, как вам сказать, энергии, чтобы проходить. А шейт падал даже не девят, хотя вроде бы, да. Так, ну, в принципе, все, да, видите, быстренько с ним. Вроде бы, нас не обнаружили, и хорошо. То есть, тише будем дальше, едем. Ну, что-то в этом духе. Ну, локи, мастер, стелса совете. Не буду заморачиваться, потому что нужно много энергии, да. Конечно, что можно в стелсе пройти, там, всю игру, да. Не вижу смысла, тут. Подкрадутся, там, что-то. Так, всех поубиваю. Ну, сами видите, да, можно пройти совершенно спокойно. Если, конечно, меч там был поучше. Потому что у меня мачета еще не особо прокачана, там. Не успел. Наш лидер очень такой, видимо, подвижный, быстренький. Ну, вот почему заведем, считается, на втором месте, чем его берут. То есть, за счет, за счет скорости. Значит, рассказываю, да, про нашего босса, что он имеет такие способности. Значит, значит, ничего, надо спрятаться. Ну, что, значит. Так, ну, вот, в принципе, наберем энергии, да, заранее. Значит. Вы же, ами достали, сейчас снова. Ну, что, рассказываю. Наш босс, довольно-таки, проблематичный, значит, да. У него есть ряд никаких. Опасных способностей. Значит, первая, да, способность, это такое СОВ поле, которое он нас окружает, и весь, короче, выпускаем мы нами урон, да, то есть это рикошет, грубо говоря, да. То есть, что мы стреляем, получаем обратно, то есть возвращается весь урон, который мы наносим в этом поле. Это очень самая такой, офигенная его способность, да, значит, затем, естественно, у него еще одна из способностей, это щит вольта. Когда у него мало достаточно оружия, он его применяет, и он стоит достаточно долго, и он на нем находится. Затем у него есть такой удар, который, естественно, сбивает с ног, ну, и, естественно, очень мощное оружие. Это пулемет Гаргона, с которым он довольно-таки не слабо, да, наносит урона нам на средних дистанциях. То есть, нам нужно как-то стараться скрыться, да, и быть внимательным, чтобы на нас не попадало это поле, значит. Сейчас я вам покажу, как она выглядит. Вот, и, естественно, еще он призывает постоянно своих товарищей. Генерал Сайер Акруг, вот он так выглядит, значит, видите. Ну, блин, пока этот бегал, да, но сейчас мы ультанил. Я от товарищей ничего не оставил. Значит, он их постоянно призывает, но я с ними быстренько сейчас разделаюсь. Надо побольше убрать энергии. Вот он, а нас угружает таким полем, да, то есть. Если, конечно, стрельнуть в этом поле, да, вот так, видите, то эти щиты уменьшаются. То есть, у меня сотня вылетела, да, сами видите. Я один додинку на отчет только кинул. Значит, ага. Ну, если, конечно, держаться на расстоянии, оп. Я останавливаюсь невидимым. Беру дробовичок. Кидаю приманочку. Вот он, естественно, видите, такой тоже. Сфера, Витя, окружает. А нас полем, да, который сейчас наносит неплохой урон. Типа, как у МЭС, да. Вот. И вот еще все пули пролетающие. Уносит там урон. Вот, ну, Витя, вот он, поставил щиток, да, значит. Мы перячимся, уходим. Расстреливаем их с них товарищей. Он тоже довольно-таки бронированный. Вот, собираем энергию. Ну, эти оки даже, да, если хорошо прокачаны и грамотно им играть. Должен-таки хороший персонаж. Но обратно же он в команде. Как бы. Сам по себе, то есть. Он обратно ставит, да. Думает, что мы там. Ну, мы не там. И, естественно, мы его убиваем. Вот, в принципе, да. Сами заметили, да. То есть. Вот, да, достаточно такими сильными способностями. Но он очень такой по здоровью, по броне слабый. Уровень его зависит по-разному. В основном от конклавда вашей команды. То есть. Чем больше людей, тем больше уровень увеличивается. То есть. В основном у него уровень на 2, на 3 уровня больше. То есть. Обратно же. Если там 4 персонажа, да, играют. То есть в вашей команде он на то уровне может возрасти в 1 раз и даже в 2 раза. Все зависит от уровня вашей команды. То есть, да, это 1, предположим, там 9 будет, у 2, там 10. То есть. Он уже будет не 10, а, грубо говоря, 40 уровня. То есть на 2 даже уровня больше. Или даже на 3, так. Когда они там перекрыли мне ход, паду. Ну, это них не спасет. Я убиваю пулеметчика с мачете. О, да, еще одного. Подрубливаю, так. И старожилу тоже. На корм пускаю. Все, значит. Мачете ведь делает свое дело, знает. В принципе, очень неплохое оружие. Мне так нравится оно. Ну, и быстренько выбираемся. Не буду задерживать, да. То есть. Видео тоже своего рода границ. Законечено по времени. Вот, в принципе. Ну, это он такой вот. Вот почему я взял именно локи, да. Чтобы вы поняли. Что, ну, большинство играют за локи, да. Что, как им надо против этого босса сражаться. Мы могли понимать. Видите, атака он на без невидимости, в принципе. Очень такая легкая мишень. Там мало брони у него. То есть, надо сразу за короткое время убивать. Вот почему тут нужен хэк. То есть, один выстрел, одна смерть. Хотя у меня есть довольно-таки большинство другого оружия, но... Я выбрал хэк. Потому что считают оптимальное оружие на данной локации. То есть, и миссии. То есть, мы можем спокойно подойти в ближний бой, да. Ввязаться. То есть, и... Невидимость атаковать. Ну, блин, ну куда что упал-то? Куда-то, блин, шустрый собрался. То есть... Вы сами видите, да, все. Ну, блин, невидимость кончилась. У меня энергия ничего не закончилась. Пока не отличены, да, приманка. Здесь могу... Много пострелять. То есть, нам нужно короткое время... Мощное оружие и... Убить всех. То есть, логи зависимости... Зависит полностью от энергии. Если поставить ему карту на энергию. Типа поток, да, то есть... Вы будете постоянно вздыхать. Это, конечно, очень... Ты видишь, это уровень не очень-то большой. Логи у меня прокачены буквально... На максимальный уровень, да, ну... У меня еще умудрять как-то... Неплохо. Кстати... Накодцы, так. Чтобы щиты обнулить полностью. Я бы так сказал даже. Стараюсь, конечно, быстрее, но... Надо еще какую-нибудь бошку выстрелить. Добьем этих ублюдков, пока они видимо. Чтобы они не гнались за мной. Ну, тут уже, походу, конец, да. Можно еще и добить, я думаю. Ничего нету, да? Ну, это все, выполнено месси. Ночертежь... Шлем Эмблер. Ну, вот, сто я убил. Значит, выстрел в голову в одиннадцать, значит. Убийство в ближнем бою в шестнадцать. Ну, получено... Улучшение пять. Отлично. Ну что, дорогие мои телезрители и подписчики моего канала. Кому понравилось... Пальцы вверх ставим лайк. А вот... Если вы первый раз зашли на канал, да... То есть, и вам это достаточно интересно. Мои гайды, мое видео. Будьте добры, подписывайся на канал. И ждите нового... Материала по Warframe, по другим каким-то составляющим игры на моем канале. И, естественно, можете зайти в плейлисты. Может, для вас там что-нибудь... Найдется даже интересное. Ну, и всем удачи. И до свидания. Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok